5. Каким образом передать документы? 6. Плюсы и минусы ипотечного кредитования через Тинькофф Банк. 7. Полезное видео. К сожалению, не у каждого гражданина нашей страны есть средства для приобретения собственного жилья. Большинству приходится постоянно арендовать квартиру или дом. Но есть и еще один вариант, позволяющий решить свои жилищные проблемы. Для этого стоит рассмотреть вопрос приобретения недвижимости с помощью ипотеки. Это довольно хороший вариант для приобретения собственного жилья в настоящее время. Но ипотека не такое простое дело, как может изначально показаться. Для того, чтобы решиться на нее, необходимо изучить все вопросы досконально. Тинькофф Банк – одно из финансовых учреждений, предлагающих услуги подобного рода. Банк работает со своими партнерами. То есть отправляет вашу заявку своим партнерам, из числа которых вы в дальнейшем выбираете наиболее подходящего. Основным преимуществом ипотечного кредитования в Тинькофф Банке является получение кредитных средств не самого банка, а его партнеров. Это связано с тем, что направление банка пока связано только с потребительскими кредитами. Никаких дополнительных комиссий с клиента за такие услуги не берутся. Все расходы берет на себя Тинькофф Банк. Весь процесс ипотечного кредитования выглядит следующим образом. Текст озвучен с помощью Яндекс.Спичкит. Один – все ваши документы с заявкой на ипотеку принимает банк и уже самостоятельно передает их своим партнерам. Два – после вам предоставляют результаты со всеми условиями. Ваша задача – выбрать наиболее подходящий вариант. Три – вы посещаете выбранного партнера банка и подписываете все необходимые документы по ипотеке. Четыре – на протяжении всего срока ипотеки обслуживаться вы будете непосредственно у того партнера, которого выбрали. Но по интересующим вопросам можете обращаться и в Тинькофф. На сегодняшний день у Тинькофф Банк несколько партнеров в банке. Страховые компании. У всех этих финансовых учреждений актуальные условия и разного рода программы ипотечного кредитования. Поэтому перед выбором партнера и конкретной программы стоит усиленно обдумать все плюсы и минусы каждой. Возраст заемщика должен быть в рамках 18-75 годов. На текущем месте работы заемщик должен работать не менее 30 дней. Если заемщиков является ИП, то его занятость должна быть не менее первого года. Текст озвучен с помощью Яндекс.Спичкит. Количество заемщиков не должно превышать четырех людей. В случае наличия у заемщика брака, то супруга становится поручителем по ипотеке. Срок ипотечного кредитования составляет не менее 20 лет. Сумма первоначального взноса отсчитывается от рыночной стоимости недвижимости. Минимум 10%, доля в квартире – 15%, вторичное жилье – 20%, первичное или строящееся жилье – 40% коттеджи. В случае большей стоимости, чем минимальная сумма на первоначальный взнос, то срок кредитования уменьшается. Примерная ставка при ипотечном кредитовании в Тинькофф банке составляет от 12 до 15%. При работе с Тинькофф банком через партнеров, процентная ставка снижается на четверть одного процента. Максимальные суммы кредитования составляют 99 миллионов рублей. Для того, чтобы начать оформление ипотеки, требуется зайти на официальный сайт Тинькофф банка. Нам нужно будет оформить предлагаемую форму заявки, в которой указываются все необходимые данные. Документами, которые нужны для ипотеки, будет непосредственно заниматься менеджер банка. То есть от вас не требуется дополнительного движения. И это бесплатно. После подачи заявки с вами созвонится менеджер и выяснит все необходимые вопросы и оговорит список документов. Те документы, которые с вас затребуют, необходимо будет отсканировать и отправить по электронной почте. После получения отсканированных документов они перенаправляются в банки-партнеры, где проводятся решения по поводу вашей сделки. Если все банки примут решение с положительным финалом, то выбор остается только за вами. Так вы сможете подобрать для себя самые выгодные условия. После полной проверки и одобрения вашей заявки вы будете приглашены посетить офис выбранного партнера. Менеджер предоставит вам информацию. Все расчеты, связанные с вашей сделки. Срок, на который вам предоставляется ипотека. Сумму ежемесячного гашения. Ипотека выдается только после полной проверки всех необходимых документов. К вашей заявке обязательно будет прикреплен перечень минимальных документов. Анкета, которая вы заполняете на официальном сайте. Копия вашей трудовой книжки. Копия паспорта. Озвучено Яндекс Спичкайт. Озвучено Яндекс Спичкайт. Тинькофф Банк не сможет оказать вам содействие в выдаче ипотеки в случае отсутствия постоянного трудоустройства, достаточности вашего заработка для погашения ипотечного кредитования. Тинькофф – это банк, который работает со своими клиентами до станциона. Поэтому вам не придется являться постоянно в отделении для уточнения информации по сделке. Сбор документов также не составит для вас большого труда. Для оформления ипотечного кредитования необходим набор документов. В зависимости от выбранного партнера список документов может незначительно меняться. Но все же примерный список документов обычно одинаковый. Перечислим документы, необходимые при оформлении. Анкета для получения средств. Паспорт РФ либо документы, подтверждающие личность человека. СНИЛС. Мужчинам младше 27 требуется предоставить военный билет. Свидетельство о браке-разводе. Рождение детей, если имеются таковые. Копия трудовой книжки обязательно заверить руководителям. Запись сгенерирована в Яндекс.Клауд. Справки о ежемесячных доходах. Банк вправе запросить и другие документы, если это потребуется. Если речь идет о поручителях или созаемщиках, то им необходимо предоставить такой же пакет документов. Для того, чтобы направить документы в Тинькофф Банк по регламенту, достаточно просто отсканировать или заснять их на камеру с хорошим качеством съемки. Все копии должны хорошо читаться. Все надписи, штампы и так далее, в ином случае банк запросит документы еще раз. Плюсы. Индивидуальный менеджер, который помогает вам на протяжении всего процесса оформления. Запрос подается сразу в несколько финансовых учреждений, что позволяет выбрать наилучший вариант. В случае работы через Тинькофф Банк, вы экономите до 0,8% годовых в соотношении с прямым поставщиком услуг. Основным плюсом можно назвать тот факт, что вам не придется постоянно появляться в отделении банка. Это требуется только один раз для подписания ипотечного договора. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Возможность выбора любого вида недвижимого имущества. Небольшой пакет документов. Минусы. Не все государственные программы будут доступны через оформление такого вида ипотеки. Сложность использования услуг у людей в пожилом возрасте. Не все граждане могут управляться с техническими средствами и интернетом в частности. Иногда могут происходить технические перебои программ, и тогда ваша кредитная история может посчитаться испорченной. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. Полный обзор ипотеки и оформления заявки на сайте Тинькофф Банка. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.